Наш эфир продолжает программа на спорте в студии Антон Погодин и сегодня у нас в гостях представители пожарно-спасательного спорта Кировской области. Я приветствую мастера спорта, многократного чемпиона России, а ныне тренера сборной Кировской области Алексея Мусихина и одной из наиболее успешных спортсменок нашего региона и лидера женских соревнований по этому виду спорта Гайне Акопову. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Алексей, когда мы с вами договаривались о времени записи программы, вы попросили перенести ее на несколько дней и аргументировали это тем, что Гайне, которая сегодня вместе с нами еще не вернулась в Киров из Минска. Расскажите, Гайне, что за соревнования проводились в столице Белоруссии и в каком качестве вы туда ездили? Это проводились международные соревнования. Там участвовала сборная Российской Федерации и сборная Белоруссии. Я ездила в качестве участницы, выступала в личных видах. Это подъем по штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препятствиями и еще участвовала в эстафете. Также было боевое развертывание, но в этом виде я не принимала участия. Насколько успешными оказались для вас эти старты? Каких успехов достигли и могли бы достигнуть большего? Ну, не все получилось, как планировалось. Но зачет самое главное дала. В эстафете мы заняли третье место. А в качестве личных наград каких-то успехов достигли? Нет. Нет. Но, тем не менее, какие-то задачи перед собой на этот турнир ставили? Может быть, или не совсем довольны тем, как выступили? Ну, не совсем довольны. Хотелось, конечно, оказаться в финале. А что помешало оказаться в финале? Чего не хватило в решающей попытке? Да. Наверное, было волнение, потому что первый раз выступала в качестве сборной России. Ну и, наверное, это были первые соревнования без моего тренера. Да. Как раз хотел сказать, что Алексей, насколько я понимаю, в Минск не ездил. Наверное, вот его подсказок. Самый ответственный момент немножко не хватило. Алексей, как следили за своей подопечной на этих стартах? Как-то помогали, может быть, дистанционно? Ну, традиционно. Каждый вечер и утро писали друг другу, как самочувствие и прочее. Вот. Ну, была прямая трансляция. То есть, в прямом эфире смотрел на стадионе. Пока шла тренировка, я все наблюдал. Но, на самом деле, нервничал больше, чем когда нахожусь рядом. И первый раз тоже такое у меня было. Такой опыт, который, в принципе, хотелось бы, чтобы не повторялся. А над чем нужно поработать, чтобы исправить те недочеты, которые были совершены? То есть, что нужно улучшить, чтобы занять не только третье место в командном, но и в личном первенстве выступить чуть получше? Наверное, вам, Алексей? Ну, я думаю, что, на самом деле, это первый старт. И самочувствие немножко подвело, скажем так. Вот. В принципе, готовились хорошо было все. Но волнение. Это первое волнение, потому что я сам был в сборной России. Я знаю, что самый первый старт. Вроде бы ничего особенного, но вот ответственность, то, что ты защищаешь цвета флага своего, и атмосфера немножко другая на международных соревнованиях. И это все немножко давит. И вот, видимо, бороться с волнением. И все. И будет легче. И будет получаться. Раз уж мы пошли в таком обратном порядке, давайте восстановим хронологию. И я знаю, что поездки в Минск предшествовало выступление на Кубке России. И я правильно понимаю, что по итогам именно этого Кубка России вы отобрались в сборную России? Или не так? Думаю, да. Да. То есть это были такие решающие старты, по итогам которых тренерский штаб сборной определил состав участников? Ну, на самом деле, чуть раньше уже позвали в сборную России. Это было в апреле месяце после чемпионата России зимнего, где ГН на одном виде стало пятое место заняло. И ее пригласили в Адлер на сборы. Но там тоже свои обстоятельства, связанные с коронавирусом, не позволили выехать буквально в последний день. И как раз удачное выступление на Кубке России способствовало тому, чтобы уже закрепиться в сборной и вызвали ее на международные соревнования. Насколько удачными оказались эти выступления? Каких успехов добились? Какое место позволило вам попасть в состав сборной? В Москве? Да, на Кубке России. Второе место я заняла в подъеме на штурмовой лестнице, установив рекорд свой личный. И также на стометровой полосе с препятствиями тоже у меня был рекорд. И тоже второе место. Насколько получился вот насыщенным вот этот весенний, летний сезон? То есть, Алексей уже сказал, что были и зимний чемпионат России, и сборы, и Кубок России. Насколько в отличие от предыдущих сезонов вот этот сезон получается насыщеннее? Может быть, с компонований как-то соревнования проходят, как-то отличаются? Ну, в прошлом году, наверное, из-за коронавируса у нас было очень мало стартов, а в этом году мы готовились, то есть было по две тренировки. Очень много выездов было нынче. То есть, в сравнении с прошлым годом количество стартов значительно увеличилось. Насколько изменилась в этом плане подготовка, то есть, наверное, и готовиться начали раньше? Да, ну, мы, в принципе, не прекращали готовиться. То есть, коронавирус был, летнего сезона не было совсем у нас. Потом в других видах спорта, как лёгкая атлетика и прочее, вроде с конца августа начали водить, но у нас первый старт был только 1 марта уже этого года. 21-го года. 21-го года. То есть, у нас ровно год, не было стартов, но весь этот год мы продолжали готовиться. До последнего не знали, поедем ли вот в Откинс на зимний чемпионат России, который был в начале марта. Но в итоге всё состоялось. Также Кубок России, всё подписали у нас, всё стали проводить. Надеемся, что так и будет продолжаться. Ну, вот подготовка, на самом деле, достаточно качественно прошла, несмотря на то, что тоже были свои психологические и у меня, и у Гаина проблемы. Потому что хочется стартов, для чего тренируешься, не понимаешь, ты для чего работу эту делаешь, всё прописываешь, все эти планы выводишь именно на какой-то старт, а старта опять нет, выводишь на другой его, опять нет, и вот так вот год. Но, в принципе, всё удачно получилось, что и вылилось в эти результаты. В любом случае, к каждому старту тренер ведь подводит своих спортсменов для того, чтобы они показали максимум своих возможностей именно на этих стартах. А когда их отменяют, то, соответственно, получается, что вся работа, она практически идёт на смарку. Нет, ну, мы поменяли немножко план подготовки, то есть, мы не делали пиковых каких-то стартов, потому что понимали, что, возможно, их не будет. И вся подготовка шла именно для поддержания хорошего тонуса, чтобы в момент, если вдруг одобрят, за две недели мы могли переключиться и уже выйти на определённый пик. Ну, в принципе, вот это всё в этом году получилось. А дальнейший летний сезон, насколько насыщенным получится? То есть, какие впереди вас ждут старты, к чему готовитесь, и не скорректирует ли вот этот летний сезон третья волна коронавируса, о которой всё больше и больше говорят? Ну, уже сегодня ходят слухи, что вот через две недели, через десять дней мы уезжаем на межрегиональные соревнования в город Ульяновск. Ну, в других видах спорта, скажем так, ПФО, первенство федерального округа. Вот, и потом через три недели в Свердловске будет финал чемпионата России. Ну, вот сегодня уже пошли слухи, что в Москве отменили чемпионат Московской области. Так что я думаю, что если Ульяновск проскочим, то, возможно, Свердловск уже тоже могут отменить. А с учётом того, что многие регионы ориентируются именно на Москву, как там проводят соревнования, отменяют их или не отменяют, то, соответственно, и на местах, и в регионах действуют по схожему принципу, только с задержкой в несколько дней. Ну, давайте будем надеяться, что и Ульяновск, и Екатеринбург у вас состоятся. В любом случае, старты никогда лишними не бывают. Хотел ещё спросить, насколько популярен сегодня пожарно-спасательный спорт в Кирове? И есть ли наплыв ребят вам как тренеру? Ну, он достаточно популярен, но в узких кругах, скажем так. То есть это родные, близкие, кто имеет отношение к пожарной охране, ну, либо вот к тренерскому штабу, либо к спортсменам, которые у нас занимаются. Ну, на самом деле, практически ежедневно кого-то приводят на просмотр. Вот, я работаю шестой год, за эти шесть лет, в принципе, была проделана большая работа. В районе сорока школ я объехал, пообщался с учителями, с преподавателями, вот, чтобы вели к нам. Мы проводим два раза в год серебряную штурмовку. Школьные соревнования у нас до 160 человек выступают на этих соревнованиях школьных осенью, в октябре и в апреле. Вот, где мы отбираем в сборной области сильнейших детей. Ну, и, в принципе, есть реклама, есть сайт после уроков, по-моему, или после школы называется, вот там видят, родители приводят. В Инстаграме мы запускали рекламу, сейчас Главное управление сделало рекламный ролик, тоже по телевизору запускали. Ну, в принципе, стараемся, чтобы он становился все более популярным. Ну, давайте и наша программа немножко внесет свою лекцию в этот процесс и позовем юных мальчиков и девочек для занятий пожарно-спасательным спортом, потому что спор достаточно увлекательный, и я считаю, что он недополучает того внимания, которое заслуживает. Наверное, согласитесь со мной. Да, я согласен. Агаина, едва не проскочили такой момент, что в апреле или мае, боюсь ошибиться, в Кубинке вы также выступали в Московской области. Насколько вот успешными оказались эти старты? Это и был Кубок России. А, это был Кубок России как раз в мае, да. Да, я смотрю на результаты, то есть в финале среди женщин по преодолению полосы препятствий у вас второе место, и, соответственно, по штурмовке тоже второе место. Чего не хватило вот на этих стартах для того, чтобы стать первой? Наверное, уверенности в себе. Ну, я просто смотрю на секунды, тут вот буквально несколько десятых секунд до первого места, то есть вот как-то совсем чуть-чуть не хватило. В финале там, я считаю, это такая лотерея, что лучше уже все наверняка сделать, чем так вот наоборот уже бежать, и вот. Ну, вы для себя вот это второе место в полосе препятствий, в штурмовке оцениваете положительно, или когда закончились все старты, вы сказали, эх, немножко не хватило? Ну, наверное, да, немножко не хватило на штурмовке. Я так подумала, а на сотни там была очень такая серьезная соперница, что я рада и второму месту. То есть, получается, конкуренция на всероссийском уровне достаточно серьезная среди женщин? Да. А кто является вашими наиболее серьезными соперниками? С кем соревнуетесь? Ну, там их так-то много, но, наверное, самое главное, это вот Екатерина Чендакова с Хантамансийского округа, Романова Анастасия, Птица Анжела. Это на всероссийском уровне, а на региональном, то есть на областном, кто-то может сегодня вам составить конкуренцию? На региональном. Ну, Самарина Алина. Подружка в команде. Ну, эта подружка, она после того, как соревнования прошли, а на дистанции, это все равно соперница. В любом случае. Конечно, конечно. Конкуренция большая в области, вот именно в женском пожарно-спасательном спорте, Алексей? Нет, вот их две как раз, две женщины, которые входят в состав сборной области. Было их четыре, но это же девушки двое ушли в декрет, кто постарше. Ну, будем надеяться, что в скором времени... Молодые, да, молодые потянутся, выйдут и будут конкуренции. Ну, давайте, наверное, вот про результат на штурмовке, который 6,97. На самом деле это считается выдающийся результат, потому что Агайне это шестой человек, который выбежал из семи секунд. В области или в России? В мире. В мире. В мире, да. Ну, это достаточно серьезный результат. Агайна так сидит, скромно улыбается, как будто не она установила этот результат и не ей он принадлежит. Ну, достаточно неплохо. Я думаю, что далеко не каждая девушка повторит этот результат, а уж тем более его превзойдет. Ну, конкуренция на самом деле сильная, и много молодых выходит спортсменок, но вот именно этот барьер семисекунд для кого-то он психологический, кто-то на тренировках может его преодолеть, а на соревнованиях никак не получается. И вот сам факт того, что это случилось на первом же старте, который на улице именно было, а не в закрытых помещениях, где еще там факторы разные, дождь, ветер влияют. Так что я считаю, что это очень хороший результат. Но после того, как Агайне его показала, сказала вроде как, ну, можно же еще быстрее, я говорю, конечно. Но рекорды России всего две десятки. Я надеюсь, что те соревнования, о которых мы говорили, это и Ульяновск, и Екатеринбург, я опять же повторюсь, что надеюсь, что они состоятся. Ну, и на них уже Агайне, если не сможет перезайти, то, по крайней мере, повторит свой результат. А дальше не заглядываете? То есть после Ульяновска, Екатеринбурга какие-то старты планируете? Или пока об этом говорить слишком рано? Между ними еще чемпионат области должен пройти в Кирове. Вот. Ну, конечно, заглядываем. Основной старт это чемпионат мира в сентябре. То есть и все надежды есть туда попасть. Только нужно как раз вот на этих стартах себя показать. Ну, вот так же хотя бы как в Москве. То есть, получается, чемпионат России, это тоже будет таким отбором на чемпионат мира? Отбором, да, на чемпионат мира. Где состоится мировое первенство? В Казахстане, в Караганде. В Казахстане. То есть, в принципе, в плане логистики, то есть туда добраться, в принципе, можно. Это не Европа, которая практически закрыта. Ну, я думаю, что если Игоины попадет в состав, то я сделаю все, чтобы там быть. И вместе с ней? Естественно. Вы планируете? Да. То есть, не как в Белоруссию, одну не отправить, а поедете вместе с ней? Ну, да. Нет, она поедет со сборной, а я уже приеду как тренер и зритель, и болельщик. Тем не менее, я думаю, что присутствие тренера на трибунах, оно все равно будет подпитывать, подстегивать. Ну, это, конечно, конечно. Так и само приятно, когда у тебя воспитанница бежит. Я уже эти эмоции переживал. У нас девочка в 2019 году по младшим девочкам стала чемпионкой мира, моя воспитанница. Вот. Чемпионат мира проходил в Саратове. То есть, я не задумываясь, сел в машину и поехал туда. Давайте подведем итоги нашей программы. Пожелаем Гайне успехов на чемпионате России в Ульяновске, в Екатеринбурге. И, соответственно, пожелаем отобраться в сборную России и принять участие в чемпионате мира в Казахстане. Надеемся, что именно на мировом первенстве. А я не сомневаюсь, что вы туда попадете. Вы побьете свой личный рекорд и, я надеюсь, улучшите свои показатели на дорожке. Алексей, желаю удачи вам как тренеру и, соответственно, вашей подопечной на предстоящих турнирах. Я напомню, что в эфире была программа «На спорте». Я ее ведущий Антон Погодин. Сегодня в гостях у меня были представители пожарно-спасательного спорта Алексей Мусихин и Гайне Акопова. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам.